В одном из многолюдных городов, где жизнь текла своим чередом, маленькая девочка по имени Лена часто гуляла одна. Ее мир был полон одиночества и страха, и она мечтала о том, чтобы кто-то о ней позаботился. Лена была умной и чувствительной девочкой, но ее детство было далеко от сказки. Каждый день она выходила на улицу, чтобы немного отвлечься от своих печальных мыслей, и мечтала о том, чтобы однажды кто-то пришел и забрал ее оттуда, где ее не любили. Однажды, когда Лена снова бродила по улицам, она заметила бездомного мужчину по имени Сергей. Он сидел на скамейке в парке, его лицо было изможденным, а одежда изношенной и грязной. Но в его глазах все еще светилась искра доброты, и он, казалось, понимал, что такое страдание. Лена подошла к нему, села рядом и, глядя ему в глаза, произнесла «Дяденька, удочерите меня, пожалуйста». Сергей был в шоке. Никогда в жизни он не сталкивался с чем-то подобным. Он не знал, как реагировать на ее просьбу, и начал расспрашивать девочку о том, что случилось. Лена, не сдерживая слез, рассказала, что дома ее не любят и часто бьют. Она рассказала о том, как ее родители пьют и не обращают на нее внимания, как она часто остается одна и как ей страшно. Эти слова пронзили сердце Сергея, и он не мог остаться равнодушным. Он вспомнил о своих собственных трудностях и о том, как важно иметь кого-то, кто заботится о тебе. Понимая, что девочке нужна помощь, Сергей взял ее за руку и повел в ближайший полицейский участок. Когда они вошли в участок, Лена нервно теребила край своей кофты. Сергей подошел к дежурному офицеру и рассказала о том, что узнал от девочки. Сотрудники полиции, услышав ее историю, немедленно приняли меры. Они выехали по адресу, который назвала Лена, и вскоре прибыли к ее дому. То, что они увидели, шокировало их. В квартире находились пьяные мужчина и женщина, а вокруг царил беспорядок. Пол был завален пустыми пивными бутылками, а в воздухе витал запах алкоголя и запустения. Сотрудники полиции задержали родителей Лены, и вскоре в их дом вошли социальные работники. Лена, наблюдая за происходящим, чувствовала, как ее сердце наполняется надеждой. Сотрудники полиции обратились к ней с добротой и пониманием, задавали вопросы о том, как она себя чувствует и что ей нужно. Девочку временно передали в органы опеки, где ей оказали необходимую помощь и поддержку. Она была напугана, но в глубине души чувствовала, что теперь она в безопасности. В ходе расследования выяснили, что у Лены есть бабушка, которая живет в другом городе. Сотрудники полиции связались с ней, и она, узнав о ситуации, немедленно выехала, чтобы забрать внучку. Бабушка была очень взволнована и переживала за Лену, но она также знала, что должна быть рядом с ней. Она обещала, что сделает все возможное, чтобы обеспечить девочке безопасную и любящую среду. Несколько дней спустя бабушка приехала в город, и Лена была взволнована. Она не могла дождаться, когда увидит свою бабушку. Когда они встретились, бабушка обняла ее и пообещала, что теперь она всегда будет рядом и будет заботиться о ней. Лена почувствовала, как ее страхи и тревоги постепенно исчезают, и на душе стало легче. Сергей, наблюдая за этой трогательной сценой, почувствовал, что его поступок не был напрасным. Он совершил героический шаг, который изменил жизнь маленькой девочки. И хотя он сам оставался бездомным, его сердце наполнилось надеждой, зная, что Лена теперь будет в безопасности и счастлива. Он понимал, что иногда даже самые маленькие действия могут иметь огромное значение. И это вдохновило его на то, чтобы продолжать бороться за свою собственную жизнь и, возможно, однажды найти свое место в этом мире. Вскоре после этого Сергей начал помогать другим бездомным, делясь с ними своей историей и показывая, что даже в самых трудных обстоятельствах можно найти свет и надежду. А Лена, теперь живя с бабушкой, обрела новую семью и начала новую главу своей жизни, полную любви и заботы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.